Добрый день, уважаемые коллеги. Задачился вопросом, почему, например, как это позволит выйти, допустим, из ВТО, да, как вообще будет сочетаться свобода торговли, защита и протекция местного отечественного производителя, да, то есть импортом-то мы, слава богу, уже не обделены, у нас уже другая задача защищать отечественного производителя от засилия этого самого импорта, помочь сделать местные товары более конкурентоспособными по цене, например, со временем, да, то есть если мы говорим о достаточно хорошем технологической проработке вопроса и, собственно говоря, со временем себестоимость должна снижаться. Так, страны, участники БРИКС могут вводить квоты на импорт, да, то есть на определенные товары, ограничить объем импорта или дать возможность местным производителям занять большую долю рынка. Вот, соответственно, страна, участница БРИКС может субсидировать местных производителей, которые помогут снизить им издержки или компенсировать, допустим, компенсировать, ну, не убытки, наверное, да, а компенсировать издержки покупающих. Вот, допустим, российский товар дороже, чем импортный товар. Стимулирование покупателю, покупать этот товар, может быть в качестве временной компенсации его издержек, например, предоставлением скидки. То есть производитель не за свой счет, а за счет государственной субсидии делает скидку, например, да, и таким образом имеет возможность продавать дешевле, разницу ему скомпенсирует. И второй вариант, допустим, компенсировать это покупателю. Ну, это вот такая государственная политика, в двух направлениях она может быть, да. Вот, например, могут компенсировать пилотные партии, вот, допустим, в России действует кластерная инвестплатформа, да, и пилотная партия товара, продукции участника кластера, которая заведомо продается, поскольку она пилотная, да, по низкой цене, вот этому самому участнику могут компенсировать разницу, да, вот, стимулировать фактически ему это все, да, или наоборот, дорогая она получилась, например, пилотная, да, серийная дешевле, а пилотная получилась дороже. Соответственно, покупателю этой пилотной партии могут компенсировать часть затрат на покупку более дорогой, да, чтобы свести его покупку к более рыночной. Вот, чаще всего пилотный, конечно, дороже получается, да, то есть выход на более низкую себестоимость происходит с освоением производства, с выходом на проектную мощность и так далее, и так далее. Вот, поэтому вряд ли там, ну, правда, и покупатель может сказать, слушай, она у тебя тестовая, пилотная, давай-ка ты ее подешевле нам все-таки продай, потому что мы же еще пока ее, скажем, в тазе тестирования, у нас же тоже нет. Торговые барьеры. Участницы, страны-участницы БРИКС могут вводить торговые барьеры, регулировать каким-то образом, которые могут затруднить импорт товаров, ну, то есть, как, это может быть трактовано как мера защиты, да. Вот, инновационные моменты, инвестиции в научные исследования, разработки могут помочь местным производителям улучшить качество, ну, это понятно, снизить себестоимость продукции. Вот, Индия в качестве примера вводила в последние годы различные меры для защиты местных производителей в текстиле, в электронике, потому что китайские все-таки давления, да. Китай также активно использует тариф и другие меры для защиты своего внутреннего рынка. Бразилия, ЮАР, ну, рассматривают, да. Хорошо. Вот, то есть, в принципе, страны-участники БРИКС могут вводить такие меры, это не запрещено. Здесь самое главное важно учитывать баланс интересов, что они могут вызвать ответственные действия со стороны других стран, что может привести, ну, к неким таким торговым войнам, да. Поэтому каждая страна тщательно взвешивает свои действия, чтобы не усугубить экономическую ситуацию, да. Вот, допустим, с точки зрения последствий санкционного давления и как это, например, там, России и Ирану позволят обойти эти санкции, да, о чем могут договориться. Так, во-первых, надо рассмотреть, какие санкции, да. Против России наложены экономические санкции, запрет на экспорт технологий, оборудование, энергетика, высокие обороны, да. Вот, финансовые санкции, ограничение на доступ к международным финансовым рынкам, включая запрет на операции с определенными российскими банками, то есть банки там в стоп-листе, да. Вот, и я уже не говорю про SWIFT. Торговые ограничения, запрет на импорт определенных товаров, происходящих из России, да, в страны Запада, там, нефть и газ, например, да. Персональные санкции, замораживание активов, запрет на въезд для определенных лиц, вот, и так далее, и так далее. Против Ирана тоже запрет на экспорт нефти и газа, технологии, ядерная программа, атом, например, да, тот же самый. Финансовые такие же, SWIFT и прочее, прочее, торговые, запрет на импорт иранских товаров, включая оружие, товар двойного назначения, персональные, естественно, санкции, да. Вот, теперь, собственно говоря, объединение Ирана-России в БРИКС, а это одни из ранних членов Союза, да, то есть еще когда был БРИК, например, да, они уже были в альянсе. Вот, соответственно, часть из этих санкций некоторые возможности объединения БРИКС предоставляет. Например.